всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу наказание корея и его сообщников и собрал против них корей все общество ко входу ски не собрали явилась глава господня всему обществу и сказал господь моисея аронов говоря отделитесь от общества всего и я истреблю их во мгновение они же пали на лица свои и сказали боже боже духу всякой плоти один человек согрешил и ты гневаешься на все общество и сказал господь моисея говорят скажи обществу отступите со всех сторон от жилища кореи дофаны верон и встал моисей подошел дофану и аверону и за ним пошли старейшины израиль и сказал обществу отойдите от шатров нечестивых людей не прикасайтесь ни к чему что принадлежит им чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их и это шли они со всех сторон от жилища кореи дофана и аверона а дофана верон вышли из стали в дверей шатров своих женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими и сказал мы сей из сего узнаете что господь послал мне делать все дела си они по своему произволу я делаю сию если они умрут как умирают все люди и постигнет их такое наказание какое постигает всех людей то не господь послал меня а если господь сотворил необычное и земля разверзет уста свои и поглотит их и дома их и шатры их и все что у них и они живы сойдут в преисподнюю то знайте что люди сии презрели господа лишь только он сказал слова сии рассела земля под ними разверзла земля уста свои и поглотила их и дома их и всех людей кореевых и все имущества и сошли они совсем что принадлежало им живые в преисподнюю и покрыла их земля и погибли они из среды общества текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу а и и в в и